Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Крае проводят рейды по выявлению контрафактного цемента. Отличить заводской товар от подделки может только опытный строитель. Десятки сочинских дольщиков получили право собственности на свои квартиры. Многоквартирный дом на Учительской введен в эксплуатацию. Никто, кроме нас, сегодня в Сочи, как и по всей стране, отметили 88-й день рождения ВДВ. Сочи – один из самых сложных для прогнозирования городов нашей страны. Почему? – рассказали в Сочинском гидромедцентре. На Кубани усилят меры поддержки молочного животноводства. Такое поручение дал губернатор Краснодарского края в ходе рабочей поездки в Тбилисский район. Глава региона посетил молочный спортивный комплексы муниципалитета. После объезда Вениамин Кондратев встретился с местными жителями. Что беспокоит жителей, каких успехов удалось достичь Тбилисскому району, расскажут наши краснодарские коллеги. Семь квадратных метров на каждую буренку и полная свобода действий животного. На этой ферме в Тбилисском районе переходит на беспривязное содержание коров. В новый корпус они переедут уже через две недели. После того, как буренки смогут сами планировать свой распорядок дня, здесь планируют увеличить надое молока. Полежала, отдохнула, пошла, поела, пошла, попила, полежала, опять отдохнула. Коровы производят молоко только когда лежат. И если им есть где комфортно лежать, молока, естественно, будет больше. О новой технологии аграрий рассказывают главе региона. Вениамин Кондратьев замечает, как преобразилась старая ферма. За 30 лет ее не раз реконструировали. Сейчас здесь больше двух тысяч дойных коров. Однако перевести всех на свободный режим дня довольно затратно. Для строительства таких корпусов требуются немалые деньги. Вениамин Кондратьев предлагает усилить меры поддержки. Ведь сегодня аграриев нужно мотивировать, чтобы они развивали молочное животноводство. Прогумать, как можно расширить господдержку в части развития молочного животноводства. И компенсация должна быть затраты при строительстве фермы. Давайте и это направление расширим. Но я еще с подчеркиваю, оно будет востребовано. И сегодня жизнь показывает, что молоко, кубанское молоко, на самом деле, высоко ценится. В том числе и нашими кубанскими молокоперереработчиками. Поэтому если конкуренция идет за качественное молоко, давайте сделаем предложений больше на рынке. Всего лишь навсего рыночным способом. Мотивирует уже сегодня и бизнес агропромышленный, и селян, чтобы они занимались молочным животноводством. По вашему поручению, до сентября месяца Министерством сельского хозяйства Краснодарского края разрабатывается программа стратегии развития молочного отрасли на Кубани. Вот в этом программе все представим и внесем предложение по дополнительному стимулированию. Коллеги, на самом деле так оно и есть. Если хозяин любит землю, и земля любит хозяина, возвращает ему сполна. Это принцип, который был всегда на Кубани, и он остается. По-другому теперь стал выглядеть и один из долгостроев в Тбилисской. В спорткомплексе наконец-то завершились все строительные работы. Этот тогда еще проблемный. Объект Вениамин Кондратьев посещал два года назад. Здание уже было готово на 90%, но дальше стройка остановилась. По поручению губернатора, чтобы закончить работы из краевого и местного бюджетов, были выделены дополнительные средства. Сегодня здесь уже тренируются дети со всей станицы. В комплексе есть два спортивных зала для занятий легкой атлетикой, восточными единоборствами, волейболом и баскетболом. Задача наша, вот наша взрослых, создать вам условия, чтобы этим спортом занимались. Спортом, который должен с вами быть всю жизнь. Это самое главное, чтобы вот такие дворцы спортивные не пустовали. Это уже ваша задача, чтобы вы были здесь, ваши сверстники были здесь, ваши друзья, друзья ваших друзей тоже были в таких дворцах спорта. Потому что, конечно, физическая сила это важно, а еще важнее сила духа. И на ковре вы приобретаете самое главное силу духа. Победить себя, а значит победить противника. Это очень важно, чтобы такими уже сегодня растете. Потенциальными защитниками и нашей Кубани, и нашей великой страны. Осмотр района с губернатором своего рода экзамен для главы Тбилисского района. Со своим отчетом не только перед Вениамином Кондратьевым, но и местными жителями. Он выступает уже на традиционной встрече с активом. Обсудили не только успехи, но и болевые точки района. Больше всего жителей беспокоит состояние жилищно-коммунального хозяйства. Больше 60% жалоб. Люди недовольны низким напряжением электричества. 120 вольт в сети попросту выводят из строя бытовую технику. Износ электросетей в районе почти 70%. Да и перебои с водоснабжением тоже усложняют жизнь. Сейчас в крае муниципалитеты обязаны каждый год обновлять 5% коммунальных сетей. По воде, конечно, здесь району потянуться нужно самому. 5% поставлена вами задача. Это за счет собственных средств. Районы должны выполнять замену сетей водоснабжения, водоотведения. Близкий район пока не дотягивает. Но это не значит, что люди должны без воды оставаться и без электричества. Давайте вот сразмерим возможности района. Не просто вот хомут себя снимем, а на них перевесим. И скажем, слушайте, вот по 5%. Я понимаю, что все хотят. И главы я уверен, убежден, что каждый хочет поменять эти не 5%, а и 10%, если будет вон. Но нет финансовой возможности. Ну и значит, значит, что люди должны страдать. А по 5% будет 20 лет ждать. И пока последние 5% завершатся, те первые 20 лет назад опять потребуются ремонт. Вот приоритет давайте расставим по районам. И туда максимально направим средства. Местному населению нужно создать комфортные условия, уверен Вениамин Кондратьев. Тем более жители хотят работать на селе в своих родных станицах. Поэтому и поднимают на встречу с губернатором вопрос о создании новых рабочих мест. И просят о привлечении крупных инвесторов в район. Однако в этом вопросе инициатива в первую очередь должна идти от местных властей, акцентирует губернатор. Ведь именно эти люди лучше всех знают, какие масштабные проекты требуются району. Кто хорошо понимает, что нужно району, где ниши, где можно что привязать или отвязать, где можно что создать. Те, кто живет в районе, те, кто здесь отвечает за экономику, только здесь менеджеры. А мы готовы здесь подставить плечо. Потому что если с Краснодара во всех муниципальных образованиях пытаться инвестиционными проектами заниматься, не будет толку, потому что надо углубиться в район. Надо вжиться в него, понимать, какая ментальность, какие плюсы, какие минусы, какие ниши свободны. Что можно еще сюда интегрировать, а отсюда взять и потом уже реализовывать. Я буду здесь согласен с вами, что, конечно, нужен мощнейший инвестиционный проект. И не только в Дберийском районе, в каждом районе он должен быть. Но инициатива должна идти все равно от местной команды. Дберийский район готов к изменениям и развитию. К примеру, аграрии доказали мощный потенциал отрасли АПК в муниципалитете. Район стал абсолютным лидером по итогам уборочной кампании в центральной зоне региона. Этому мощный задел на будущее. Власти готовы поддерживать темпы роста. Всего на развитие района в этом году уйдет больше 600 миллионов рублей. Деньги должны сделать жизнь в станицах Дберийского района еще привлекательнее. Инна Чайко, Мария Крошная, Денис Перец и Алексей Комаров, Кубань-24, Дберийский район. Сегодня в Краснодаре решали, каким будет архитектурный облик исторического центра краевой столицы. Это улица Красная и близлежащая территория. Вениамину Кондратьеву презентовали проект будущего города. Ранее губернатор дал поручение создать визуальный макет с наглядными изменениями. Проект муниципалитета презентует глава Краснодара. На макете представили многоэтажные дома, зеленые зоны и административные здания. К примеру, на театральной площади, по задумке архитектора, должна появиться высотка. Губернатор напоминает о своем требовании не портить центр зданиями свыше шести этажей. Сегодня драмтеатр, драмтеатр, он такая фокусная точка в этом квартале. Так, так. Если вы это поставите, вы его убьете и не будет этой фокусной точки. А мы должны подчеркнуть то, что на самом деле сегодня является красивым и является центровым объектом и в целом городе, и, конечно, на квартале. Давайте их, наоборот, выставлять на показ, а не заглушать в погоне за квадратными метрами и дивидендом строительного бизнеса, при всем уважении. Там, где они могут развернуться, давайте дадим им для этого отдельные массивы земельные, и пусть разворачиваются. Но не летут туда, где без них все было построено, без них стало комфортно, где скверы есть, где парки есть. А мы сегодня хотим это все заглушить современными постройками. Ну, во-первых, красивыми не будут, они будут современными. Это будет бетон и стекло. Коллеги, как мы можем объяснять сегодня, по большому счету, экономикой высокность? Вот мы говорим, давайте сделаем им комфортно. Мы говорим, нет, экономика не бьется. Ну, не бьется, оставим покоя. Давайте найдем себе силы оставить это. Это первая презентация проекта. В будущем он не раз будет перерабатываться. В первую очередь его должны оценивать не чиновники, а жители краевой столицы. Обозначает позицию глава региона. В Краснодарском крае проводят рейды по выявлению контрафактного цемента. Краевой бюджет ежегодно теряет 1 миллиард рублей из-за подпольных производителей цемента. Строительный фальсификат появляется на прилавках мелких магазинов, но иногда просачивается и в крупные торговые сети. Причем отличить заводской товар от цемента кустарного производства может только опытный строитель, а обычный покупатель поймет ошибку слишком поздно. В одной из краснодарских новостроек несущие конструкции рассыпаются словно труха. Это сняли на видео рабочие. Здесь опалубку залили, как оказалось, с использованием поддельного цемента. В Краснодарском крае почти половина тарированного цемента в мешках – контрафакт. Им торгуют на придорожных рынках. Но и крупные гипермаркеты – не исключение. Последняя проверка показала, что только в Краснодаре в пяти магазинах был найден фальсификат. На упаковке указана прочность цемента, но она не соответствует действительности. Самый ходовой товар с маркировкой 500. Это означает, что один кубический сантиметр смеси может выдержать нагрузку до полутонны. Из такого цемента строят высотные здания. Он отлично подходит для фундамента и несущих конструкций. А материал с маркировкой 300 сильного давления не выдержит. Он годится только для отделочных работ. Дмитрий Супряткин может с первого взгляда определить, где цемент настоящий, а где опасная подделка. На протяжении 10 лет он выводит на чистую воду тех, кто прикрывается известными марками. Отсутствует адрес изготовителя, производитель данного цемента. Кроме того, отсутствует сертификат соответствия, как на оригинальном мешке, где указывается его номер, срок действия, по какой он действует. И кто выдал, кто орган, выдавший данный сертификат. Вот так на рынке продают цемент от якобы известного производителя в фирменной упаковке. Убедиться, что стройматериал на прилавке подлинный, можно изучив надписи на мешке. Наименование марки и класса цемента, контакты производителя и знак госстандарта. За прошлый год предприятия Кубани произвели около 5,5 миллионов тонн цемента. Наша конкретно производство имеет мощность 2 миллиона тонн цемента в год. Соответственно, с учетом завода «Пролетария» Верхнебаканский, мы полностью можем обеспечивать Южный регион высококачественным цементом. Качество цемента определяет его состав. На заводах обычно смешивают карбонатные и глинистые горные породы. Но в Новороссийске ставку делают на «Мергель». Это природный сплав двух составляющих качественного цемента. Здесь цемент после помола отправляют в отдел технического контроля. Специалисты проверяют не только собственную продукцию. На экспертизу съемочная группа привезла один из мешков поддельного стройматериала. Хрупкий цемент состоит из различных примесей, таких как зола и шлак. Их доля может достигать от 30 до 60%. Такой состав не способен выдерживать давление стен даже в частном двухэтажном доме. Между тем, цемента, который производят в регионе заводы по техническим нормам, достаточно, чтобы выполнить заказы всех стройплощадок в крае. Для нас очень важно сегодня, чтобы та продукция, которая производится, она отвечала всем требованиям. И мы, к сожалению, фиксируем сегодня факты наличия на рынке продажи строительных материалов продукцию некачественную, продукцию контрафактную, промышленную продукцию. Эти объемы оцениваются в порядка 25% от общего объема торгового цемента. Или в деньгах, например, наши предприятия теряют около 1 миллиарда рублей ежегодно. Но самое страшное – подделки угрожают жизни кубанцев. С контрафактом сейчас борются на краевом уровне. В регионе создана специальная межведомственная комиссия, задача которой – не только убрать некачественный цемент с полок магазинов, но и закрыть незаконных производителей. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Третьего августа в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 24, плюс 26. Днем 27-29 градусов выше нуля. Десятки сочинских дольщиков получили право собственности на свои квартиры. Многоквартирный дом по адресу Учительская, 33, накануне введен в эксплуатацию. Соответствующее разрешение застройщику передали представители администрации прямо на объекте в торжественной обстановке. В чем оказалась причина задержки сдачи дома и как решили проблему, расскажем далее. Там будет телевизор у нас, здесь кухонный гарнитур будет, холодильник. Там планируется большой шкаф-купе с зеркалом. Супруги Полевые вовсю ремонтируют свою долгожданную квартиру и уже знают, как будет выглядеть их личное пространство. Счастливые дольщики вот-вот получат ключи и документы. Хотя прежде, говорят, пришлось поволноваться за будущее своего жилья. Волнение, естественно, было. Но на сегодняшний день уже как бы радостный день. Мы рады, что этот момент наступил. Спасибо администрации, прокуратуре, что и нашему застройщику, что дом соответствует всем требованиям законодательства. Всех благодарим, спасибо. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта заместитель директора департамента по строительству Михаил Неудачный решил вручить лично застройщику и прямо на объекте. Этот объект строился с 2015 года. У него срок окончания строительства был в декабре 2017 года. Вот сегодня мы присутствуем на мероприятии, когда фактически стройка завершена. Объект принят органами госстроенадзора. На всем протяжении работ застройщик исполнял свои обязательства честно. Не пытался возвести лишние этажи и не превышал площадь застройки. Однако дом все же попал в список проблемных объектов долевого строительства. Объект не удалось сдать вовремя. Для того, чтобы ввести дом в эксплуатацию, нам нужно пройти первую стадию – это госстроенадзор, департамент строительства. Все документы собрать для департамента оказалось непросто. Опять же, то, о чем я говорил, справки за ресурсоснабжающих организаций не быстро получаются. Администрация как раз-таки способствовала ускорению получения справок от ресурсоснабжающих организаций. Власти Сочи помогли застройщику ускорить процесс получения всей необходимой документации. Вот дом исключен из списка проблемных, а счастливые дольщики начинают обживать свои квартиры. О том, что работа по решению проблем дольщиков на курорте ведется планомерно, говорит статистика. С начала года в реестре проблемных объектов долевого строительства было 28 домов. Четыре уже исключены из этого списка. Еще восемь вычеркнут в ближайшее время. До конца года ведут в эксплуатацию еще четыре дома. В результате три тысячи сочинских дольщиков получат заветные квадратные метры. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Продолжаем выпуск. Недобросовестные предприниматели в Сочи, оштрафованные на 28 миллионов рублей, речь идет о тех бизнесменах, которые своим работникам платят зарплату в конверте. Это статистика за последние два с половиной года. Именно столько в Сочи ведется активная борьба с так называемой неформальной занятостью. Сегодня в Сочи состоялось уже 70-е заседание Межведомственной комиссии по охране труда и вопросам снижения неформальной занятости. Столько провели за два с половиной года. За это время девять мониторинговых групп в разных частях курорта проверили четыре тысячи предприятия, оштрафовали недобросовестных предпринимателей на 28 миллионов рублей. В Сочи сегодня зарегистрировано примерно 506 тысяч человек. Работающих из них 240 тысяч, 135 тысяч – это пенсионеры. Но в пенсионный фонд предприятия делают свое числение примерно за 147 тысяч человек. То есть около 70 тысяч горожан живут в Сочи, не платя налоги. На совещании напомнили, те работники, которые соглашаются трудиться без оформления или за серую зарплату, лишают себя возможности взять, например, кредит или ипотеку. Да и пенсия у них будет мизерной. Потом, придя к пенсионному возрасту, они приходят в органы социальной защиты, они приходят в муниципальные органы власти и требуют о том, чтобы их выплаты были повышены, потому что совместить их с нормальной какой-то жизнью невозможно. Не хватает на оплату ЖКУ, не хватает на лекарства. Предприниматели, которых сегодня пригласили на комиссию, еще раз призвали выйти из тени. Добавлю, что за последние пару лет благодаря межведомственной работе удалось заключить 40 тысяч трудовых договоров с сочинцами, которые ранее работали без оформления. Сочи – один из самых сложных для прогнозирования городов нашей страны. Об этом сегодня рассказали в Сочинском гидромедцентре. Синоптики, кстати, сообщили, что в ближайшие дни нас ждут долгожданные дожди. О прогнозе погоды и в целом о том, как современные метеорологи на курорте ведут свои наблюдения, расскажет Ольга Десятого. В том числе на этой метеостанции синоптики ведут свои круглосуточные наблюдения за погодой на курорте. Здесь установлено порядка 20 современных приборов, которые собирают всю важную для метеорологов информацию. Вот у нас в 2009 году был установлен автоматический метеорологический комплекс. Сейчас все это уже автоматически измеряется и передается, формируются телеграммы, которые отправляются по всей территории России. Они необходимы для того, чтобы синоптики могли составлять карты, могли составлять в дальнейшем уже и прогнозы. Наряду с современным автоматическим комплексом используют и табельные средства измерений – обычные термометры. Метеорологи собирают информацию о температуре воздуха, о влажности, ветре и осадках. Например, этот прибор измеряют температуру почвы. Конкретно этот термометр у нас располагается на глубине 3 метра 20 сантиметров. Сейчас в реальном времени мы с вами измерим, какая у нас температура. 18,5 градусов. Прогноз на ближайшие дни. В Сочи придут долгожданные дожди, но особой прохлады они с собой не принесут. Синоптики не исключают формирование смерчей над морем и довольно интенсивных ливней, которые, кстати, весьма характерны для курорта с климатом влажных субтропиков. Такие погодные условия являются нормальными для нашего города. Эти условия повторяются у нас каждый год. Есть у нас такие показатели, как сильные ливни, когда у нас за час выпадает более 50 миллиметров осадков. Вот, скажем, для других регионов, даже близлежащих, это такие аномальные условия погодные. А для Сочи повторяемость вот таких сильных ливней от одного до трех раз в год происходят у нас вот такие вот ливни. Такую погоду с тропическими ливнями в Сочи формируют высокие кавказские горы, теплое море и непростой рельеф. Именно из-за наличия гор во время ливней и топят низменные территории. А порой в Сочи выпадает за раз несколько месячных норм осадков. И это тоже норма для нашего города. Такое количество воды не способна принять даже самая современная инфраструктура курорта. И то, что во время сильных дождей и ливней некоторые районы подтапливают, это следствие характерных для Сочи природных явлений. Как подчеркивают специалисты, ни один проект ливневой системы, существующий не только в России, но и в мире, не предусматривает единовременного приема такого количества осадков. Поэтому жителям и гостям курорта стоит прислушиваться к прогнозам синоптиков о сильных ливнях и рекомендациям оставлять свои автомобили дома. Впрочем, для Сочи характерны не только сильная жара и тропические ливни, но и снег. За его налипанием наблюдают с помощью специального гололедно-измородевого станка. Метеорологи измеряют толщину и высоту налипания снега вот на этих проводах. Эта информация может быть крайне полезна местным энергетикам. Но несмотря на наличие самых современных приборов, точно спрогнозировать погоду на курорте, говорят синоптики, очень непросто. Метеорологи утверждают, что Сочи – один из самых сложных для прогнозирования погоды городов нашей страны. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Никто, кроме нас, сегодня в Сочи, как и по всей стране, отметили 88-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. День ВДВ. Митинг в честь Дня воздушно-десантных войск провели на Цветном бульваре, возле мемориала, посвященного памяти тех, кто ценой своей жизни защищал наш общий покой. В их числе и бойцы ВДВ. Голубые береты, крылатая пехота, хозяева неба, воздушные пехотинцы – все это десантники. Они после окончания службы, как правило, продолжают жить по принципу «никто, кроме нас». Сегодня к мемориалу они шли целыми семьями. Для нас это очень большой честь, за нашу праздник, чтобы быть с утра до вечера с нашими ребятами. Ими гордым за то, что служили воздушно-десантные войск. Я мужа всегда поддерживаю. Он целый год всегда ждет этот праздник. Вообще мы сюда приехали с Воронежа, чтобы здесь встретить этот праздник. Воздушные пехотинцы первыми появляются в горячих точках. 100% их частей – боевые, а на службу в десантные войска берут только избранных. Поэтому День ВДВ еще называют Днем воинской славы. С праздником! Крылатую пехоту сегодня поздравил глава Сочи Анатолий Пахомов. Ребята гордятся тем, что они служили в элитных войсках. И сегодня эти традиции только набирают обороты. И в городе Сочи наших десантников немало. Мы гордимся тем, что с нами живут настоящие герои, сильные, настоящие мужики. В память о десантниках, погибших во время службы, к мемориалу возложили цветы и венки. А за личный вклад в дело воспитания патриотизма ветеранам и действующим десантникам вручили благодарственные письма. Закончился митинг показательными выступлениями тех, кто наверняка в будущем пополнит ряды элитных войск. Патриотического клуба ВДВ «Патриоты России». Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сегодня стартовал в Сочи джаз-фестиваль. Он открылся музыкальным парадом по улице Новогинская. В течение трех дней музыканты будут радовать своим творчеством любителей импровизации. Кто приехал на девятый фестиваль, организаторы рассказали на пресс-конференции. В этом году в рамках фестиваля впервые покажут спектакль. 3 августа в Зимнем театре зрители увидят премьеру театрального сезона ироническую драму «Онегин блюз» с Алексеем Гуськовым и Игорем Бутманом в главных ролях. 4 августа в Сочи впервые выступит джазовая певица Сериль Эме. Продолжится фестиваль 5 августа на сцене фестивального. Там пройдет большой голоконцерт легендарной группы «Манхэттен Трансфер» саксофониста Игоря Бутмана и московского джазового оркестра. Нам тоже и почетно, и ответственно, и приятно здесь делать наш Сочи джаз-фестиваль. В этом году он вновь удивит и порадует свои программы поклонников джаза, гостей Сочи, сочинцев и вообще всех тех, кто неравнодушен к искусству, музыкальному искусству высшей пробы, таким является джаз, и который сейчас, на сегодняшний момент, даже наш российский джаз тоже завоевывает новый авторитет в мире. На следующий год вы увидите очень много новых молодых коллективов, которые мы специально приведем на юбилейный 10-й Сочи джаз-фестиваль. Чтобы подчеркнуть особый, уникальный статус Сочи джаза, наш уважаемый Игорь Михайлович Бутман вместе с коллегами провели ребрендинг фестиваля и поменяли название «Акваджаз» на «Сочи джаз-фестиваль». То есть, таким образом, нам тоже приятно, потому что это бренд, но в этом бренде есть Сочи. И это бренд мировой. Помимо выступления ключевых фигур мирового джаза, в Сочи состоятся творческие встречи и музыкальные джем-сейшены. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти. Макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Продолжение следует...